Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители и радиослушатели, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. И сегодня я хотел бы с вами поговорить об очень актуальной проблеме. В последние несколько недель, с момента объявления мэром города Нью-Йорка Эриком Адамсом информации о том, что очередь на популярную восьмую жилищную программу будет открыта, нас, что говорится, обвалило шквал звонков, обращений и на телевидении РТН, и на Дэвидсон радио. Люди звонят социальным работникам по всему городу Нью-Йорку с просьбой о дополнительной информации о том, как это будет работать, о том, как будет эта очередь на восьмую программу открыта. Кто получит ваучеры, кто имеет право на получение этих жилищных ваучеров, как найти квартиры по восьмой программе. В общем, вопросов было очень много. И вот мы очень благодарны городскому жилищному управлению Нью-Йорка, по-английски New York City Housing Authority, которая согласилась предоставить нам одного из своих руководителей. Ее зовут Лакиша Миллер. Она Executive Vice President of Leasing Housing at New York City Housing Authority. Это исполнительный вице-президент, отвечающий за все жилье, которое сдается в аренду в рамках горжилуправления Нью-Йорка. И она отвечает в горжилуправлении Нью-Йорка, вот в Нью-Йорк-Сити Housing Authority, она отвечает за управление восьмой программой. Поэтому, кроме того, что она полностью владеет информацией о сегодняшней ситуации с восьмой программой, она нам ответила на все вопросы наших телезрителей и радиослушателей, которые возникли в связи с вот этой новой, объявленной заранее, лотереей. Теперь мы уже знаем, что это будет лотерея. И вот я с ней сегодня встретился, побеседовал, и хочу вам рассказать подробности этого интервью. Задавал ей массу вопросов, и вот что удалось узнать. Думаю, что вам всем это будет очень интересно. Итак, Лакиша Миллер, которая, повторяю, в городском жилищном управлении руководит тем, что возглавляет отдел по восьмой программе и контролирует этот процесс по всем городе Нью-Йорке, сказал, что сегодня в столице мира по восьмой программе арендуют квартиры 207 тысяч жильцов. Это может быть индивидуальное лицо, то есть один человек, а может быть семья, может быть супруги, может быть несколько человек. 207 тысяч человек, 207 тысяч хаусхолдс по-английски арендуют квартиры в столице мира сегодня по восьмой программе. И принимают ваучеры по восьмой программе, сдают в аренду квартиры по восьмой программе сегодня в городе Нью-Йорке более 26 тысяч лендлордов. Мой первый вопрос был к Лакисше Миллер, это когда открывается вот эта очередь на восьмую программу, как это будет работать, как человек, который сегодня не стоит в очереди на восьмую программу, как он может встать в эту очередь и какие шансы у человека получить этот заветный ваучер. Вот что она сообщила. Она сказала, что на сегодняшний день в старой очереди на восьмую программу осталось 3700 человек. То есть, если раньше было более 200 тысяч, то теперь 3700 человек. И поэтому было принято решение, плюс есть федеральные фонды на эту программу, она сказала, было принято решение открыть снова очередь на восьмую программу. Но в связи с тем, что желающих получить эти ваучеры будет на 100% во много раз больше, чем мест, которые могут поставить людей в очередь на восьмую программу, опять же, было принято решение разыграть все эти места в лотерею. И вот как это будет работать. В ночь с воскресенья на понедельник, 3 июня, это будет ровно в полночь начнется, 3 июня это понедельник, так в ночь с воскресенья на понедельник, в 12 часов ночи, эту очередь откроют прием новых заявлений. И закончится прием новых заявлений в воскресенье, 9 июня, в 11.59, в 11 часов 59 минут вечера. То есть, все это будет займет неделю. В понедельник, в полночь откроют прием заявлений на восьмую программу, и в воскресенье, 9 июня, в 11 часов 59 минут закроют. Госпожа Лакиша Миллер сказала, что совсем не обязательно всем подавать новые заявки, кто хочет, в полночь, в понедельник. Такой необходимости нет, она сказала. Некоторые даже пытаются иногда подавать 2 раза или 3 раза. В этом нет никакого смысла. Подавать нужно только 1 раз, потому что любые дупликаты, или 3 раза, или 4 будут удаляться, будет оставляться только 1 заявка, одна единственная. То есть, одна семья или один человек, имеющий право, подают только одну заявку. И даже если они подали не в понедельник ночью, а подали в воскресенье, например, 9 июня, все равно это заявление, эта аппликейшн успевает попасть в розыгрыш этой лотереи. Она сказала, что до 1 августа 2024 года, то есть до 1 августа, все поданные заявления будут разыграны в лотерею. Ну а количество ваучеров жилищных по 8 программе, которая разыгрывается в эту лотерею, будет примерно 200 тысяч жилищных ваучеров, будет разыграно в эту лотерею. Насколько будет подано заявление, сейчас никто не знает. Мы можем только представить себе в условиях тяжелейшего кризиса доступного жилья в Нью-Йорке, популярности 8 жилищной программы, сколько будет подано заявлений. Но их можно подавать, еще раз говорю, не обязательно это делать ночью 3 июня. Это можно делать в течение всей недели, с 3 по 9 июня подавать заявление на 8 программу. Вы спросите, как же найти вот это самое аппликейшн, как же найти вот эту форму, которую нужно заполнить и отправить в городское жилищное управление, чтобы участвовать в этой лотереи? Это можно и нужно будет сделать в интернете. Найти очень легко, я сейчас назову название вот этого линка, вот этого специального такого веб-сайта, на котором откроется, на котором будет выставлена эта форма, которую нужно будет заполнить, указать там свои данные. Я повторю несколько раз. Сначала по-английски еще раз. apply.section8.nicher.info apply.section8.nicher.info Теперь более медленно. a-p-p-l-y.se-c-t-i-o-n-8.n-y-c-a.info apply.se-c-t-i-o-n-8.nicher.info i-n-f-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o программу. Я опять же задал вопрос, кто имеет право на восьмую программу? Любой человек, любой возраст, любой миграционный статус, любой доход, чтобы она мне ответила на эти вопросы. И вот госпожа Лакиша Миллер сказала, что во-первых, человеку должно быть 18 лет или больше, то есть человек должен быть совершеннолетний. Дальше это должен быть или гражданин США или легально проживающий в Америке человек, я говорил, так как это федеральная программа восьмая, и доход должен быть низкий. Я спросил, какой доход должен быть у одного человека, если человек один, какой максимальный потолок дохода должен быть, чтобы иметь право на восьмую программу? Я был очень удивлен, когда она сказала, что на восьмую программу по сегодняшним федеральным законам имеет право индивидуальное лицо с доходом до 54 тысяч долларов в год. Иными словами, очень большое количество нью-йоркцев, горожан имеют право на восьмую программу, до 54 тысяч долларов в год. Раньше были гораздо более низкие потолки доходов для тех, кто имеет право на восьмую программу. Вот только три критерия – возраст, легальный статус и доход. Других критериев нет. Состояние, здоровье, инвалидность не учитываются. Дальше я спросил, ну а если человек по-английски не говорит, если у человека большие проблемы с английским языком, как же выяснить статус сегодняшний, например, если человек сегодня находится в очереди на восьмой программе? Как узнать? Как узнать, что происходит в очереди? Ведь все это по-английски иногда очень трудно изложить. Госпожа Лакиша Миллер меня заверила, что есть специальная горячая линия в горожилоправлении Нью-Йорка, где автоматически включают перевод при необходимости на русский язык. И она сказала, что это телефон этой горячей линии, где можно проверить статус в очереди на восьмую программу, где человек находится. А сегодня в очереди осталось 3700 человек. То есть очень мало, не 200 тысяч, не 300 тысяч, а 3700 человек. И чтобы проверить свой статус в этой очереди, можно позвонить в горячую линию горожилоправления Нью-Йорка 718 707 7771. Я повторю, 718 707 7771. Это горячая линия горожилоправления Нью-Йорка, где можно проверить свой статус, если вы находитесь в очереди на восьмую программу и хотите проверить, остались ли вы в этой очереди, когда ваша очередь подходит и так далее. Это для тех, кто сейчас находится в очереди или тех, кого потом поставят в эту очередь. Также она меня заверила, что в горожилоправлении Нью-Йорка есть специальный отдел, который называется Housing Navigation Unit, где работники обязаны, во-первых, если они не говорят по-русски, подключать специальный translation service, в рамках которого этот перевод осуществляется, и отвечать на вопросы тех, у кого есть вопросы, как раз по восьмой программе, то есть помогают в решении этих вопросов. Я спросил, ну хорошо, вы разыграли в лотерею, люди подали там сотни тысяч заявлений, и вы закрыли все эти заявления 9 июня и стали разыгрывать в лотерею, и к 1 августа розыгрыш закончился, вы все разыграли, и к 1 августа все получат уведомления. Я спросил, получат уведомления от горожилоправления только те, кто выиграет в лотерею, или все? Те, кто проиграл, те, кто не получит этих ваучеров, те, кто не попадет в эту новую очередь, тоже получат уведомления? Она мне сказала да. Что каждый человек, который подаст заявление с 3 по 9 июня, обязательно получит уведомление от горожилоправления Нью-Йорка, от Нью-Йорк-Сити Хаузинг-Катурити, в письменном виде придет письмо, уведомление, где будет сказано, что или мы вас поздравляем, вы теперь находитесь в очереди на восьмую программу, и вот у вас такой реферал номер, ваш такой номер в вашей очереди, или, извините, спасибо, что вы приняли участие, но извините, вы в эту очередь не поставлены, к сожалению, число заявлений было больше, чем мест в этой очереди. Каждый заявитель, участник вот этой лотереи, получит уведомление от горожилоправления Нью-Йорка о результатах этой лотереи. То есть вы будете знать, как мы говорим, на каком вы свете находитесь, на каком, какая ситуация. Дальше я спросил, а что будет после 1 августа? Означает ли это, что уже, скажем, 2 августа кому-то дадут ваучер? Она сказала, что сроки и временные периоды выдачи ваучеров по восьмой программе сегодня сказать не готовы, в зависимости от того, что будет дальше происходить, но в среднем они ожидают, имея те федеральные фонды, которые сегодня получены горожилоправлением Нью-Йорка на эти цели, в среднем она ожидает примерно ежемесячную выдачу тысячи ваучеров в месяц, в среднем. То есть это займет довольно долго. Если мы говорим про 200 тысяч ваучеров, можете сами посчитать, сколько времени займет, если Нью-Йорк Сити Хаузинг Аторитет будет выдавать примерно тысячу ваучеров по восьмой программе в месяц. А мы говорим про 200 тысяч новых ваучеров. Довольно-таки долго. И она еще раз подчеркнула, что независимо от того, человек подал в понедельник или человек подал в воскресенье, все эти заявления будут разыгрываться в лотерею на равных правах. То есть не стоит так стремительно торопиться и подавать в первый день. Преимущества от этого никакого не будет. Всех разыгрывать будут одинаково в лотерею через компьютер. Дальше я спросил про ситуацию с ландлордами. Она сказала, что более 26 тысяч ландлордов сегодня принимают восьмую программу. Я ей сказал, что очень часто люди обращаются ко мне на радио, на телевидение и говорят, что даже когда они получают наконец, столько времени ждут и получают наконец ваучер по восьмой программе, они все равно очень часто не могут найти квартиру по восьмой программе, потому что ландлорды под разными предлогами часто отказываются ее принимать. Мы не говорим те дома жилые, которые вы хорошо знаете, их много в городе Нью-Йорке, многоэтажные жилые дома, где квартиры сдаются в аренду и где сегодня уже сейчас ландлорды принимают восьмую программу. Если вы живете в таком доме сегодня и сейчас, то вам нового дома искать не надо. Если вы живете в таком многоэтажном доме, где сегодня ландлорд уже принимает восьмую программу, то если вы выиграете в этой лотерею и получите в итоге ваучер по восьмой программе, то вам не надо будет искать новую квартиру или искать нового лендлорда, потому что ваш лендлорд уже сегодня де-факто принимает восьмую программу в своем доме, и вам отказать не сможет и не имеет права. Я сказал, что все равно бывают всякие ситуации, когда лендлорды под разными предлогами отказываются, не хотят брать, иногда они не хотят брать, потому что им долго восьмая программа не платит денег своевременно, или потому что они не хотят дополнительных инспекций, или кто-то, к сожалению, бывает, начинает требовать незаконных взяток и так далее. На это она мне ответила, что в городе Нью-Йорке существует агентство специальное, называется New York City Commission on Human Rights, городская комиссия по правам человека, New York City Commission on Human Rights, которая отвечает за контроль над этой ситуацией, чтобы не было дискриминации жильцов по признаку дохода. И найти эту комиссию очень легко, достаточно позвонить в 311, в справочную службу городского правительства Нью-Йорка, и сказать, что вам нужна вот эта самая комиссия по правам человека, New York City Commission on Human Rights, по правам человека, New York City Commission on Human Rights. Кроме того, эта комиссия, кстати, еще и занимается тем, что если ландлорд не хочет строить, оборудовать пандус для въезда в свой дом многоэтажный для людей на инвалидных колясках, для жильцов, то тоже по этому поводу можно обращаться в эту комиссию по правам человека. И она, я знаю много таких случаев, может заставить ландлорда оборудовать такой пандус, чтобы инвалиды, люди на инвалидных колясках могли, жильцы, въезжать в свой родной дом без проблемы. Но это мы уже на другую тему, это в службу 311 нужно обращаться, если есть такая проблема, или если вы сталкиваетесь с случаями дискриминации по признаку дохода. То есть у вас есть ваучер по восьмой программе, и вы знаете, что ландлорд принимает восьмую программу, а у вас он ее брать не хочет, и говорит, что нету квартир, хотя вы точно знаете, что там есть вакансии, тогда вы можете попытаться обратиться в эту комиссию по правам человека. Я спросил у госпожи Лакиши Миллер, сколько времени дается обладателю ваучера по восьмой программе, человеку, который выиграл, и которому уже утвердили, все проверили, все подходит, доход подходит, возраст подходит, иммиграционный статус подходит, подал на лотерею, выиграл лотерею, ждал, пришло письмо, поздравляем, вы имеете право на такой ваучер, и с этого момента сколько времени дается человеку на поиск квартиры по восьмой программе. Она мне сказала, что сейчас стало больше времени, раньше было меньше, но сейчас по сегодняшним законам предоставляется до 6 месяцев, в 180 дней. Сначала 120 дней, а потом, если человек сообщает, что он так и не нашел квартиру, дают еще 60 дней. Таким образом, сегодня, сейчас уже 180 дней, то есть 6 месяцев дается на поиск квартиры, которая сдается в аренду по восьмой программе для обладателя ваучера, то есть больше времени. И опять же, если вы видите, что у вас хотят вымогать взятку, или вас обманывают, говорят, что нет, мы у вас не берем восьмую программу, а на самом деле вы знаете, что в этом доме принимают восьмую программу, вы, как я уже сказал, можете обратиться в городскую комиссию по защите прав человека, да, New York City Commission of Human Rights по телефону 311. Но, опять же, если тысяча ваучеров выдается в месяц по восьмой программе, то, чтобы выдать 200 тысяч ваучеров, займет довольно долгий период времени. Повторю еще раз, как это будет работать. Итак, в понедельник, в полночь, 3 июня, откроют очередь, новую очередь на восьмую программу, начнут принимать заявления, новые заявители, новые заявления на восьмую программу от тех, кто старше 18 лет, от тех, кто граждане США или имеют грин-карту, от тех, у кого доход низкий, но он достаточно совсем не такой уж низкий, на одного человека до 54 тысяч долларов в год, а на двоих, естественно, будет выше доход разрешенный, и можно будет подавать до 9 июня, до самого позднего вечера, до 11 часов вечера, 11 часов 59 минут вечера 9 июня можно подавать заявление. Потом они будут разыграны в лотерею, и до 1 августа все, кто подал заявление на восьмую программу, вот за этот период, получат уведомление от Нью-Йорк-сити-хаузенка Торрид, от горжилуправления, о том, выиграли ли они или проиграли в эту самую жилищную лотерею. И после этого нужно будет ждать, чтобы вас уведомили, когда подойдет именно ваша очередь. И если ваша очередь после этого подойдет, и вас вызовут, и все будет утверждено, то вам будет предоставлено 180 дней на поиск квартиры по восьмой программе. Еще раз назову интернетовский адрес того интернет-линка, на который нужно нажать, чтобы получить вот это заявление, аппликейшн, на участие в этой лотерее. Оно откроется официально на веб-сайте горжилуправления Нью-Йорка, Нью-Йорк-сити-хаузенка Торрид только в понедельник, 3 июня. apply.section8.nichia.info apply.section8.nichia.info И там будет вот эта анкета, заявление на восьмую программу. Разыгрываться будет 200 тысяч новых жилищных ваучеров по восьмой программе. Нужда в таких жилищных ваучерах, нужда в квартирах по доступным ценам в Нью-Йорке колоссальнейшая, колоссальнейшая, огромная. Поэтому ожидаются, что заявителей будет намного-намного больше. И если вы захотите узнать, проверить свой статус, если вы сегодня еще находитесь в очереди, если вы давно встали или никак не получили еще, то проверить ваш статус сегодняшний в очереди, если вы находитесь сегодня в очереди на восьмую программу, можно будет по телефону горячей линии. 718 707 7771 718 707 7771 И вот обещает горжелуправление Нью-Йорка, что тем, кто по-английски не говорит, предоставлять возможность специальный трансляшн сервис будет для перевода всего этого дела на русский язык. Также подчеркнула госпожа Лакиша Миллер, что для тех, кто в итоге будет зарегистрирован в горжелуправлении Нью-Йорка, что человек, да, находится в очереди, то будет специальный портал, интернет-портал, который сегодня есть у всех жильцов горжелуправления Нью-Йорка, у всех, кто живет сегодня в субсидированных домах горжелуправления Нью-Йорка или находится в какой бы то ни было очереди горжелуправления Нью-Йорка, есть специальный селф-сервис портал, интернет-портал, на который можно зайти и выяснять свой сегодняшний статус, и носить какие-то изменения. Она сказала, что всякие бывают в жизни ситуации, я ей задавал вопросы о том, что может состояние здоровья человека ухудшиться, какие-то быть изменения, куда-то может переехать, доход может измениться, какие-то поправки человек захочет внести. Она сказала, что все это реально сделать, это можно сделать будет либо через вот этот интернет-портал, либо вот обратившись в горжилуправление напрямую и вносить какие-то изменения и поправки. И по своему опыту работы депутатом городского совета я знаю, что часто бывали ситуации, когда люди не получали уведомлений или находились, скажем, в госпитале, когда приходили те или иные важные письма, и они пропускали это письмо, и потом доказать, что ты не инопланетянин было очень и очень тяжело. И тогда люди обращались к своим выборным должностным лицам, к депутатам горсовета, в том числе в мой офис обращались, ассамблеи, сенаторам штата, конгрессменам, и наконец добивались, чтобы их восстанавливали в очереди. Это очень тяжело потом добиться восстановления в очереди, по крайней мере, пожалуйста, следите за вашей почтой. Если вы куда-то хотите вдруг временно уехать, сделайте все возможное, чтобы проверять вашу почту, чтобы ни одного важного письма, особенно от горжилуправления Нью-Йорка, не пропало. Это очень важно, потому что потом восстанавливать довольно сложно, место в очереди очень тяжело. Итак, еще раз хочу подчеркнуть, на эту очередь будут ставить с понедельника 3 июня, с ночи в полночь откроют веб-сайт, и можно будет заполнять эти анкеты, и до 9 июня, до 11 вечера, до полуночи, тоже 9 июня. Сегодня информацию об этой программе, об этой лотерее нам предоставила Лакиша Миллер, исполнительный вице-президент отдела по аренде жилья в горжилуправлении Нью-Йорка, которая отвечает за управление 8 программой в нашем большом городе. Я желаю вам только удачи, желаю, чтобы вы тем, кому это необходимо, смогли обратиться, принять участие в этой лотерее. И желаю всем выиграть, кто подаст заявление, но это занимает какое-то время. До 1 августа, сказала Лакиша Миллер, всех уведомят, кто выиграл в лотерею и кто не выиграл в лотерею, всех обязательно в письменном виде уведомят и поставят в известность. Поэтому желаю вам только удачи, доброго здоровья и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Арий Каган и всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok